Полагаясь на свой не особо-то большой опыт, позволю себе паванговать. Скорее всего вы за саморазвитие, прям вот вы хотите быть умнее, круче, вам нравится получать новую информацию, нравится участвовать в крутых дискуссиях там об искусстве, но при этом как-то вот начать регулярно читать у вас что-то никак не получается, всегда что-то мешает, всегда немножко не хватает времени, всегда как будто лень и как-то начинаешь читать книжку и вроде воодушевлен от того, что я читаю, все круто, да, сейчас прочту одну за другой и буду читать постоянно, но каждый раз что-то наебывается, становится скучно и вы уже отложили книжку и снова сидите на ютубчике. Вы не одиноки, таких как вы очень много и этим видосом я надеюсь ответить на вопрос, как все-таки взять и начать читать книги. Здрасте, вы на канале Сейна. Чтобы начать читать книги нужно в первую очередь понимать, что вообще такое книги и зачем их читать. Да, вы думаете, что знаете это, но на самом деле-то нет. На самом деле в школах не говорят, почему все читают книги. Это подается как само собой разумеющееся, что, мол, книги читать круто и все знают, что книги это хорошо и вот вам, блять, Лермонтов и все лучшие люди читали Лермонтов и поэтому стали лучшими. Иди голосовать. Вот, собственно, все, что говорят в школах. Так же, как в пирамиде масло есть простые и сложные удовольствия, так же и в искусстве есть вещи, которые просто и непросто выкупить и кайфануть от них. Чтобы легче было понять то, что я сейчас объясню, я сделал график. График ухты бля. Главными звеньями в этом графике будут единицы ухты бля. И это ухты бля можно получить от самых разных вещей. Например, самое простое. Вы смотрите, допустим, приколы в интернете, видео, где кто-то там падает, делает что-то смешное, или там котики какие-то неловкие, да, и вы такие, ухты бля, как смешно, как классненько. Это простейшее удовольствие. И для того, чтобы понять, что котики смешны, не нужно знать вообще ничего. Берем штуку посложнее, какое-нибудь кино, например, там мультфильмы или какие-нибудь легкие комедии, там то же самое. Примерно понятно, там герои становятся счастливыми в конце, и ты тоже вместе с ними счастлив из-за эмпатии. Вот, там герои что-то шутят и смеешься, то же самое, получаешь удовольствие. Уже сложнее, чем видео с котами, но все еще очень простое. Дальше последуют фильмы типа Фореста Гампа, Зеленой Милли, которые как бы универсальные. Они подходят абсолютно всем, но при этом это неплохие все-таки драматические произведения. Дальше я вижу кино, и только за ним литературу. Я поясню, почему я так считаю. Литература сложнее, чем кино, потому что литература это более сложный способ шифровки. В принципе, речь, изображение, наскальные рисунки, абсолютно все это способы шифрования информации. То есть, допустим, мне нужно передать другим людям информацию о том, что я хочу есть, да, я могу это сказать, как бы выдать набор звуков на типа в системе шифрования язык. Я могу это написать, опять же, в системе шифрования язык только прописной. А могу нарисовать картинку, там, мой рот, да, и ложку. Это будет какой-то способ шифрования типа картиночка. Вот. И литература это сложнейший способ шифрования. Такая проблема, что обычно говорят, что экранизация не такая крутая, как оригинал, потому что оригинал так зашифрован, что человек сам все придумывает. И абсолютно на то же свойство литературы уповали и активно использовали это свойство литературы авторы постмодернизма или некоторых предшественников, как, например, Хемингуэй, у которого события не описываются. То есть, читателю нужно очень многое додумать. Дается какой-нибудь такой диалог, большая часть которого абсолютно вообще бесполезна, никак ни на что не влияет, это просто треп. Ты догадываешься, что что-то произошло, исходя из этого диалога. И ты, когда до всего этого догадываешься, ты такой «Ух ты, бля!» Ты получил сложное удовольствие. И дело в том, что литература имеет свойство устаревать. К литературе можно быть неготовым. Есть и как бы все произведения литературные, они довольно трудные. То есть, вы должны находиться именно на том этапе как бы развития и приученности к чтению, чтобы именно осилить это произведение. Потому что, например, у Буковски очень простой язык, у какого-нибудь там Дэниела Киза то же самое. То есть, Дэниел Киз это, я считаю, что Дэниел Киз это Форест Гамп или Зеленая Миля от мира литературы. То есть, это универсальная вещь. Ее можно, вот эту книжку, кому угодно посоветовать, никто о ней не сможет плохо отозваться. Вот она универсально хорошая. Но тот же Кавка, например, или Достоевский, или Толстой с его вот этими вот растянутыми повоствованиями, диалогами, вот этими нагромождениями смыслов, это может быть сложно. То есть, не то, что вы это не поймете, а то, что вам будет неинтересно это понимать, что просто вам будет настолько сложно воспринять всю эту информацию, что вы не получите от этого удовольствия. Так нельзя. Если вы хотите действительно начать читать, то выберите себе интересную книжку. Подходите к литературе вот с этой идеей, ищите книжку, допустим, по описанию сюжета. Вот если вас зацепило, что вот там вот, вот то, что там начинается. Может вы, детективы, да, это не самая гениальная литература на планете, и на них одних сидеть нельзя, но если вас заинтересует детектив, да попробуйте детективчик. Рано или поздно вы перейдете на более сложные вещи. Фантастика то же самое, есть огромное количество классической фантастики. Это как бы у нас вообще в голове не укладывается какая-то классика и фантастика, а уже есть классика фантастики. Тот же Филипп Дик, у меня был про него ролик. И вам нужно это держать в голове, что искусство, любое, оно для эмоции. Искусство должно что-то вызывать в человеке. И такая штука, что каждый автор, который писал свое произведение, ему было важно, чтобы вам было клево это читать. Каждый автор на это работает, чтобы его читатель был доволен, захвачен этой книгой, прочел ее на одном дыхании или наоборот очень сильно в нее вчитался и получил максимум удовольствия и эмоций от нее. Все работает на вас. Только если уж так получилось, что для вас уже не актуален Достоевский или Лермонтов, ну это правда, не актуален, уже все, как черно-белое кино. Сейчас-то с трудом смотрится, потому что сейчас Full HD, эти нагромождения эффектов, восхитительный монтаж и уже восприятие не то. Такое бывает. И если вам скучно читать кавку, ну что ж, может быть однажды вам станет не скучно. Но сейчас не нужно читать из-под палки. Вы в итоге не сможете это делать. Бесполезно. Немаловажным я считаю то, что многие очень недооценивают аудиокниги. Сейчас очень много рекламируются всякие штуки, типа Storytale и прочее, видимо это обретает актуальность. Но очень многие в принципе думают, что они не смогут сконцентрироваться на звуках, потому что постоянно будут думать о другой какой-то фигне. И здесь я могу вам посоветовать такую штуку. Просто попробуйте однажды сделать это нормально. То есть из-за того, что вы человек 21 века и вы привыкли, что вы вот так вот во все стороны, у вас там 8 источников информации, везде все говорят, поют, кричат, вам действительно будет скучно просто сидеть и слушать. Я, например, могу добраться до дома двумя путями. Либо сделать несколько пересадок на общественном транспорте и тогда пройти минут 10 в итоге, либо не делать пересадок на общественном транспорте, но зато идти примерно полчаса минут 40. И когда на улице не жопа и у меня в принципе время есть, я просто беру, включаю аудиокнижку и 40 минут иду. Вам погулять-то в принципе ничего не стоит и когда вы идете, вы как бы уже находитесь в процессе. Вам есть чем себя занять и при этом вы слушаете сюжетец. Получается отлично. Вы на природе и при этом книжечку послушали. И если же вы сидите дома, то идеально подойдут тупые игрушки на телефон. И игрушки на телефон действительно могут вывести ваше чтение на новый уровень. Какая-нибудь штука типа Angry Birds или кидание каких-нибудь шариков. То есть что-то, где вот нету текста, нету никаких таких же символов, которые вам нужно расшифровывать мозгом. Когда вам не нужно расшифровывать никакую вещь еще и в приложении, и у вас мозг в эту сторону не работает. Вы делаете какие-то простые машинальные действия и просто занимаете свою моторику. И при этом слушаете книжку. Самые извращенные могут даже играть в доту во время того, как слушают книжки. Скажу честно, мне нужно было Войну и Мир в свое время прочесть за довольно краткий период. А выносить типа вот по часов 5-6 в день вот этого Льва Толстого Николаевича, вот этого... Вот, а это было довольно тяжко. То есть типа я бы так прочел, но за гораздо больше период. Вот, и поэтому дота действительно выступила отлично таймкиллером. И начните с чего-нибудь простого. Найдите это все бесплатно качается. Если у вас Android, вы вообще можете поставить себе торрент на телефон. И без проблем для нас торрентов себе сливать это и воспроизводить какого-нибудь аимп-плеера. Или, ну, каким вам удобно плеером пользоваться. Вот, открывать это из файловой системы и все. С айфонами сложнее, я не знаю, как там это все рулится. Вот, но в любом случае аудиокниги, они гораздо дешевле книжных. И вообще их можно получить бесплатно. И последнее, по поводу мотивации себя к прочтению книжек регулярному. Есть такой замечательный принцип, который в Америке сформулирован. И как бы общественно признан, в России такого нет. Звучит он как fake it till you believe it. Дословно, притворяйся, пока сам в это не поверишь. То есть, когда вы думаете начать читать книжки, заниматься спортом. Или привить себе любое вот такое занятие, там найти хобби. Вы представляете себя, который уже этим активно занимается. И вам нравится эта версия вас, как из параллельной вселенной. И чтобы действительно этим стать, зачастую нужно себя как бы заранее чувствовать уже таковым. Как рэперы, которые на заре своей карьеры поют про то, что у них есть там богатство, сучки, цепи. Они как бы делают это авансом. То есть, у них нет, но скоро будет, они же рэперы. Если вы хотите быть крутым, начитанным, постоянно со всеми разговаривать о литературе, то в действительности вам нужно непосредственно начать читать и верить в то, что вы уже все можете. Не нужно врать всем подряд про то, что вы все читали и все знаете. Просто чувствуете себя в этом вопросе так уверенно, как вот этот вот парень из параллельной вселенной. Кстати, я завел телеграм-канал. И если вы бы хотели узнать, что бы я вам посоветовал почитать, а я хочу посоветовать именно, знаете, такое бодренькое, что вам точно будет не скучно, то заходите в мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании, там я распишу, что как почитать, что почему вкусненько. И еще там вставлю, сколько времени уйдет на чтение или прослушивание. В общем, заходите, смотрите. Также можете заходить в мой инстаграм. Да и вообще, ты знаешь, где кнопка подписки? А это другие видосы. Кликнешь, круто будет, позарю, точно. Ни вот, ни одного раза, блядь, не было, что кто-то кликнул и разочаровался. Всегда все кликают. Ахуеть, блядь, почему я раньше не додумался кликнуть. Вот всему вас учить.